Потратить по назначению средства на приобретение жилья получили еще 32 сироты. В этом году областным бюджетом на эти цели выделено почти 300 миллионов рублей. Кто в этот раз стал счастливчиком, расскажет Екатерина Усова. Вот здесь дом, где фундамент сыпется, где бревно, вот это все. И эта вся стенка весь фундамент съезжает, и дом он весь кривой. Ну все, падает уже. Евгений Иванов остался без родителей в раннем детстве. В 96-м умер отец, а через 4 года мать. Он и две сестры находились под опекой у тети и жили в области. Их дом пустовал на протяжении 5 лет и за это время стал разрушаться. Затем и вовсе получил статус аварийного. Здесь Женя, две его родные сестры, их дети живут и сейчас. Но в ближайшее время все изменится. Сестра получает квартиру, а Евгений деньги на приобретение жилья. План их дом отремонтировать, то, что он за мной все равно останется. Я не хочу его не продавать ничего, родительский дом. Здесь уже давно живу, как-то все равно привычно. То есть, может быть, жилье не будете приобретать, а отремонтировать? Ну, вообще, в плане было то так, то так. Сейчас хорошенько подумаю, время есть, в принципе. На этот раз средственное приобретение жилья получили 32 человека. Это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Сумма у всех разная. И в районах чуть поменьше, в областном центре уже больше, в зависимости от стоимости квадратного метра. Но самое главное, по словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, чтобы полученные очередниками деньги были потрачены по назначению. Наш министерство, как уполномоченный орган правительства Саратской области, будет сопровождать эти сделки. Хотя это не входит в наши прямые полномочия, но мы взяли на себя такие обязательства, мы этих детей без внимания не оставим. Для безопасности средства в банке заблокированы и рассчитаны на безналичную сделку по приобретению жилья. На очереди стоят еще более трех тысяч детей-сирот. В целом в этом году квартиры или компенсации получат свыше 600 граждан данной категории. Из областного бюджета на эти цели выделено 289 миллионов рублей. Для региона это существенный шаг вперед. В следующем году эта цифра должна вырасти.